А, стоп, я здесь был, я думаю, неужели оказался проход еще в южную часть, который я не заметил по каким-то причинам. О, хорошо. Что у нас здесь? Центр торговли, гарпии. А что они охраняют? Набивают же свои жилища всем, что попадется им в лапы. Понятненько. Так, а что здесь? Здесь у нас уровень есть хороший. Ну, ключевое это достать меч и палаточку. Но, скорее всего, мы обойдем вот эту штуку вокруг. Саллимром, салмиром, точнее, извините. И... И все. И потом выйдем к этой палатке, к этому замку. Беда ключника в том, бла-бла-бла-бла. Смотрите, суть в чем. Я не хочу брать здесь толкователя снов. Потому что у меня маны нет. И я, скорее всего, с десятками наг не справлюсь. Да? Да. Фок, Сэм, привет. Добрый вечер, друзья. Так, и что у нас? Мы справились. Мы справились. Но джинов я, пожалуй, в один стак объединю. Мне бы еще где-нибудь ману восстановить. Потому что, возможно, со следующими пачками мне не удастся справиться. Джин пробежит. Тут пособирает. Туда-сюда золото себе. Золото себе. Хотя, может быть, и не надо было этого делать. Может быть, стоило опыт заливать. Что у нас с городом-то? У нас нет условия, что город нельзя. Нет, потерять Эмилию, Найтхевен и Салмира. Ничего страшного. Пока можем. Мне нужно разъяснение. У меня есть Кодж. У Коджа что? Наделяет герой способность противостоять вражеским заклинаниям. В 70% случаев. И накидка. А, все армии героя получает. То есть, он не армия героя. Он герой. Блин. Серьезно. Коджик оказался на проверку. Слабеньким. Но я туда хочу. Я туда очень хочу. За луком 20 урона. Это прям... Если передать накидку... Передайте за проезд. Ну, у Эмилии такая же накидка. Стоп, подожди. Все армии не такая же. А, герой получит. А, у них две разные накидки. Одна это дает герою, другая армиям. О, поменя... Переодеваемся срочно. Правда, все равно меня закидывают. Кидает тапками. Мне кажется, надо сейчас после палатки идти направо. Захватывает замок. Выполняется требование по палатке ключников. Заходить сюда. Та-да-да-да. Свора призраков. Свора призраков. Справимся. Не хочешь записаться? Да нет! Нет. Свора, свора много-много. А нас мало. Сюда зайти всеми надо. Тут зеленый ключник. Зеленый, который, видите, которому ты не пройдешь, кроме как через телепорт. То есть, мы сюда можем попасть, так же, как и вот в этот замок. Исключительно через телепортатор. Потому что палатка, преграждающая нам путь... Ну, гарнизон, преграждающий нам путь, открывается палаткой, которая стоит за гарнизоном. Соответственно, никак. Но для простоты игра нам сообщила, что вот синяя палатка, синий гарнизон, синий телепорт. Зеленый гарнизон, зеленая палатка, зеленый телепорт. Так что... Нормально. Здесь тупичок. Придется вернуться. Тут мы просто скачем. Тыг-дым, 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 тыг-дым. Можно дотащить подкрепление как раз сверху. Раз уж мимо прохожу правильно. Берем тит... Просто хватит титана и... Ай, можно было подтащить джинов в нычки через караван. Ну, если бы я сообразил чуть раньше, то их ждать, наверное, не будем уже. Долетаем джинами. Ну, маги-халфлинги мертвым грузом уже бегают. Погнали дальше. Сейчас меня здесь и захватят. Так, тут... Цель вообще моя здесь... Сделать разведку и посмотреть, могу ли я восстановить ману для того, чтобы справиться с жестким... Жесткой группой врагов. Ничего не знаю. Замки готов захватывать. Да, бегают уже, гады. По моей территории. Так, скелетов можно нанять. Всегда мечтал взять скелетов. Десятки-десятки. Похоже на халяву. Да, конечно, убегай. О, в незапертой камере, подобно обряженной статуе, лежало ледяное тело Дорофены. Я осторожно провел пальцем по его гладкой поверхности. Казалось нелепым, что простой поцелуй сможет обратить эту глыбу льда вплоть. Но я наклонился и прижал свои губы к ее ледяным губам. Стоп, 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 стоп. Что? Какие губы? Какая Дорофена? Я за... А-а-а-а! Это та, которая, да, которая квест мне дала. Я понял. Ну что ж, придется, придется целовать. Внезапно я почувствовал, что они целуют меня в ответ. Эх! Дорофена схватила меня в объятие и жадно поцеловала. У-у-у-у-у! Готовимся держаться за руки. Наконец мы оторвались друг от друга. Наконец. Наконец. И я отступил назад. Она воссоединилась. Кровь и плоть. И она была прекрасна. Все, уже позабылся, Салмир, про Night Heaven. Спасибо за поцелуй, Салмир, сказала она. Только тогда я вспомнил, зачем я здесь. Я сейчас тоже должен вспомнить. Теперь твоя очередь, сказал я. Расскажи мне о кристалле. Дорофена подошла так близко, что мне стало неуютно, и положила руку, ес, мне на бедро. Я слышала, что кристалл вырубили из глубокой пещеры в этом мире очень давно. Еще говорят, что из пещеры вынесли два кристалла, вырубив их на противоположных концах пещеры, поэтому их силы тоже противоположны. Один стал кристаллом радуги, а другой разрезали на множество кусков, сказала Дорофена тихо. И что же стало с этими кусками второго кристалла? Их раздали самым могущественным волшебникам этой земли и разрешили делать с ними все, что они захотят. И я расскажу, что они с ними сделали, но сначала обещаю, что поцелуешь меня еще раз. И я кивнул. Из одного кристалла сделали щит разума. Возьми его, возьми меня, и сила хрустального маятника тебе не страшна. И ты, и твоя армия будут под защитой, сказала она, склонившись так близко, что я почувствовал, как тепло ее тело смешивается с моим. Воу-воу-воу, ребята, теперь я понимаю, почему вы, когда были щеглами, любили в игру эту играть. Я наклонил голову и медленно поцеловал ее. Как он смог поцеловать свою голову? Неважно. Наконец я понял, почему мне было так неспокойно рядом с Дорофеной. Проблема в имени. В имени, а не в имени. За такую женщину согласится умереть любой мужчина. Ну не знаю, не знаю. Мне ее голос не нравится. Так, что у нас там? Опачки. Святые учат героспособность. Смерть. Щит. Ага. И замок нам дали. А в замке Том? Псарня. Преобразователь нежити. Сейчас мы конвертнем всех джинов в ампосов. Так. Флигель колдовства. Я во флигель пошел. Че я умею тут? Печаль. Беда. Огорчение. Тут депрессивные заклинания. Кошачьи реакции. Уаа. Кит. Дополнительная атака. Молния. Огненный шар. Найс. Общая печаль. Слушайте, а подсполерите, пожалуйста, какие герои пройдут с финальной миссией. То есть, может быть, мне не имеет смысла качать прям всех героев. Остановиться на каком-то количестве. Скрейс. Вероятность есть. Может быть, мне и не нужно их подкачивать. Нет. Выяснилось, что это не финалка. Было заспойлерено, что это не финалка. Не говорите, говорит Кнут Кнутсен. Это вызов. Рыцарь Салмир и Эмилия. А, то есть, в общем-то, и не нужны остальные. Да, виднеется замок. Мазилар. Стоит там воин смерти какой-то. Внутри убийца 25 уровня. Опасный. Такой андедик. Но замок взять, это посложнее будет. Два героя. Стрелков считаете, нет. Вот этот опасный. Что у него? Заклинание магии смерти. Стрелок. 25. Кастер дикий. Дикий кастер. Замок хороший. Может, даже экспы дадут прилично. Вряд ли хватит до следующего уровня. Ой, дают заклина... Ой, дают... Все армии становятся невосприимчивыми. Эльф. Спасибо. Ой, как он держит удар от этих. Да, его бы... 80 человек бы убило бы сразу. Что не бой, то испытание. Тедеван. Колдовство. О-о-о-о! Рукопашный. И огромное количество предметов. Во-первых, кольцо, которое даст нам 50% здоровья. Удвойный урон. О-о-о! Громовой молот. Увеличивает уровень атаки героя на 8 единиц. 7 единиц урона разрядом молний. За каждые 7 уровней опыта. Перчатки всадника. Посох стандартный. Так, ну это очень хорошие артефакты. Раз. Может, даже и мили отдать. Давайте посмотрим. Колечко передаем этому товарищу. Так, Эмилия чувствует, что между ней и вратами есть какая-то связь. Открываем. Увеличивает. Увеличиваем. Крестоносцы. Гарнизон тут довольно серьезный. Катапульт вижу. Священников много. Давай яд. Пошел в атаку. Нет. Сил терпеть, да? Эмилия, это твой. Мили давай. Двадцать шесть человек. Нано. Копейщиков. Ушатый. Что за звук был странный такой? Вот это вот. Как будто в стареньких игрушках такая. О, фиолетовый портал. Ты, 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 ты. Не факт, что справлюсь даже. Здрасте. Ну, тут армия такая. Что делать? Ну, такие. О, магическая энергия. Жизни. Ну, это все было у нас. Это все у нас было. Разведочка. Навык. Экспо. Экспо. Вы набрели на выщербленные ступени лестницы, уходящие во мрак. Я пойду первым, сказал Тарх, которого с нами нет уже какую миссию. За мной. Ован и Ровен. Вы будете прикрывать тыл. Те подчеркивания поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Привет. О, я играл в нее. Я играл в игру, откуда пошла система магии. Жизнь, смерть, порядок, хаос, природа. Это мастеров Маджик 94 года. Офигенная игра. Да, что-то я вспоминаю. Я кивнула. Я держала в руках два незажженных факела, пока полыло рослик. Фриделок пытался запалить труд при помощи ножа и осколка кремния. После каждой неудачи я трижды проводила кремния по своим темным волосам и делала новую попытку. Это еще зачем? А, это еще зачем? Спросила я, увидев этот странный обычай. Она трижды. А, это она. Это на удачу, ответила Фриделок. Если запалить огонь, не потеряв сперва камень, а волосы, факел погаснет как раз тогда, когда будет больше всего нужен в самой середине битвы или что-то вроде того. А, тогда понятно, сказала я. Посмотрела на Т2, на который наблюдал знамя и увидела, как он закатил глаза к небу. Наконец, Фриделок зажгла оба факела. Один она взяла сама, второй отдала Тарху. Ну что, все готовы? Все, кроме Фриделок... Фриделок, 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 Фриделок. Почему мне не нравится это слово? Ответили утвердителем. Погодите минуту, сказала она. Она сделала три поворота по часовой стрелке, затем еще три в обратном направлении. Перепутав, естественно, направление. Все выжидательно установились на нее. Закончив ритуал, она посмотрела на меня и спросила. Ну, что непонятно? Даже спрашивать не собираюсь. Ответила я. Идем искать меч богов. Так, меч богов. Посмотрите. Дюжины костяных драконов. И Зи. Из засыпающихся стен пыльной гробницы, словно огромные каменные корни, высовываются древние гробы. Некоторые из них развалились, и их гнилое содержимое вываливалось на пол. Из одного из таких саркофагов в глубине выпал превратившийся в мумию воин, сжимающий в руках сверкающий клинок. Столь же чистый и совершенный, как и в день, когда он был выкован. Несомненно, это и есть меч богов. Затем вы слышите рокот. Словно тысяча барабанщиков готовится выйти из ниши справа от вас. «Оружие к бою!» Кричит Тарх. Первому из костяных драконов приходится наклонить огромный череп, чтобы войти в гробницу. Он расправляет свои лишенные плоти крылья и задирает голову к потолку, как обычный дракон. Но звук, который заполняет гробницу, больше похож на леденящий душу виск, чем на угрожающий рык. «Теперь вы знаете, почему ни один человек до вас не сумел заполучить меч богов». «Сейчас расправимся! Какие проблемы?» «Ху-ху-ху! Кто ты? Кто ты? Автобоем унижен!» «Это все?» «Все говорит о том...» «Такая развязка, знаете, просто страница пафосного текста». «Все говорит о том, что я ставлю на темную лошадку. Но разве у нас есть выбор? Эмилия ищет меч, который может оказаться просто выдумкой древнего барда. А я пришел сюда, в подземный мир, по зову сна. Кто это говорит? Салмир, ты ли это? Что подумала бы обо мне Эмилия, если бы узнала, что я готов рисковать успехом? Никто не мог, да, никто не мог включить автобой. Нашего дела, поверив нескольким сновидениям, она наверняка решила, что я спятил. Я и сам уже так думаю, но я не видел таких снов ни разу в жизни. Но сон был так реален. Даже сейчас, глядя на эти каменные стены, я узнаю их. Я никогда раньше не был здесь, но я знаю эти стены. Где-то здесь ответ, который я ищу. Остается надеяться, что я успею найти его вовремя». «Да есть же ж!» «Какие там 36 уровни? Что?» «Переходит никто, но это точно ластецкое». «Я полагаю, что просто обязан взяться за перо и описать события, произошедшие на заре истории Великого Арканума. Королевая Эмилия Найтхевен говорит, что я пишу и красиво, и честно, и она хочет, чтобы я записал все, что произошло, поскольку историкам будет трудно обвинить меня в предвзятости». «Конечно! Конечно! Непредвзятый ты наш!» Мы вернулись в Великий Арканум с мечом богов и новостями о щите разума. «К моему разочарованию, Дерафена, та самая женщина, рассказавшая мне о возможностях щита, не пошла со мной. А как же Эмилия? Проведя со мной неделю, она ушла однажды ночью, и с тех пор я ее не видел. Возможно, она не готова оказаться лицом к лицу с человеком, обладающим властью Гевина Магнуса. Если у нас оставался шанс на победу, то кто-то должен был отвлекать Магнуса, пока остальные ищут щит разума. Поскольку я был близок к бессмертному королю в прошлом, я вызвался взять эту задачу на себя. «Настало время нам встретиться лицом к лицу!» — сказал я. Но тут заговорил генерал Тарх. Надеюсь, мне в этот раз Тарха дадут. «Ты ничего не понимаешь в тактике, Салмир!» — сказал Тарх. «По-моему, ясно, что отвлекать врага должен я!» «Эмилии нужна твоя помощь в поиске щита разума больше, чем моя!» «Отлично!» — в команды у нее воськами. «Все знают, что тот, кто вступит в бой с Магнусом, обречен на поражение, если у него не будет щита. Без меня обойтись легче!» Эмилия коснулась сильной руки. «Да есть же! Есть! Ребята, все, кто ждали под сенью звезд, взявшись за руки, давайте!» Эмилия коснулась сильной руки гнома и сказала. «Нет, Тарх, без тебя обойтись нельзя! Никто незаменим!» «Ой, какая молодец наша, а хорошая! 15 тысяч человек уже погубила на своем пути!» «Это не меняет того факта, что для этого дела я подхожу лучше всех!» Храбрый гном выступил следующим утром и занял позицию к западу от нас. «У меня не было сомнений, что Тарх поможет нам выиграть время. Конечно, поможет, его четвертую миссию нет. Но всем было тяжело, особенно Эмилии. Ой, внезапно стало очевидным, в каком отчаянном положении мы находились, если нам приходится посылать своих друзей на смерть. Так. Ну и где Тарх? Тарха можно разблокировать, купив DLC всего лишь за... Electronic Arts в деле. Ну, мы собрали всех наших героев в кучу. Правда. Вау! Артефакт усилий в атаку защиты. Все армии героя наносят больше урон. Эмилия Найтхевен чуть не потеряла рассуды, когда узнала, что друзья, которые помогли ей найти меч богов, стали жертвами Гевина Магнуса. Ну, слава богу, я их качал в прошлой... Думал, качают в прошлой игре. Карте. И его хрустального маятника. Ох, что-то хрустальный маятник. Братья-гномы Оновин и Ройвен, полурослик Фриделлок, Мак Тадовин, все они входили в мобильную группу, которая должна была совершать внезапные нападения на Магнуса и его войска. Магнус каким-то образом ухитрился узнать, где они прячутся, и схватил всех. Все будет хуже и хуже, пока удача не улыбнется нам. Какая мудрая правительница. Господи, сказала она мне. Да, ответил я. Мне не следовало отправлять их. Они знали, что все так и случится. Кто-то должен был это сделать. И храбрецы взяли все на себя. Но Эмилия была безутешна. Что же я за королева, если жертвую своими друзьями ради того, чтобы вернуть трон? Спросила она, никому не обращаясь. Но ведь дело было не в троне Великого Арканума. Речь шла о свободе. И если бы только Эмилия смогла это понять. Ладно, все, друзья. Это мы оставим на следующую трансляцию. Я благодарю вас за то, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok